Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в шестой выпуск четвертого сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске завершил знакомство с егерем, накормив его тушенкой, вынес в таможне папку во времянке на заводской территории по квесту «Вымогатель» для лыжника, и удачно прогулялся в лес за дикого, нашел газоанализатор для терапевта и закрыл квест «Санэпиднадзор». Выпуск поддержали финансово Артист, Роман, Пожилой Сэмчик, Денис, Илья Лето, Павленыч, Глогер, Енот, Николаевич, Рэдберт, Плаги, Мишт, Гонзо Алексей, Турист и Макс Бро. Огромное спасибо за такие приятные сюрпризы, я, честно говоря, сначала не поверил своим глазам. Будьте здоровы! В жанрах музыки не силен, но на сайте, где беру музыку, в основном они подписаны просто как биты, битс. Сроки, когда будут стримы, пока не могу дать, время покажет, не хочу зря обещать. В Тульской области привет, Урал привет. Насчет каких успокоительных, на эту тему Гобстер на днях снял отличный просто ролик, ссылку на ролик я оставлю в описании. Тем, кто бомбит в Таркове, да и не только, рекомендую просмотру, контент стоящий. Всем приятного просмотра! Приятно, заходя в игру, получать страховочку от прапора. Правда, тут один мешок и один магазин на МВ-5 и больше ничего. Ну ладно, хоть что-то. Приятный дейли-квест от терапевта сегодня на устранение. Мне нужно двоих диких выстрелом в голову устранить. И я сегодня планирую пойти на лес, так что, возможно, параллельно сегодня дейлик этот закроем. Скорее всего даже, я бы сказал. Для лыжника найти и передать нужно будет запал для гранат. Он у меня имеется, поэтому я сразу же закрываю этот дейли-квест. Никакого бонуса к лояльности, только немного денег и немного опыта. Ну, уже что-то. Ну и у барахольщика из таможни, надо, говорят, выжить, выйти с локации. Но таможню я, скорее всего, сегодня не пойду. Немного другие умерли на сегодня планы, да и награда такая себе. Сегодня я хочу попытаться выполнить два квеста для егеря. Оба из них выполняются на локации лес. Мне необходимо. Беззащитен, но опасен. Убить диких в лесу, не используя броню пятерых. Плюс сюда же можно отнести двух диких в голову, постараться пристрелить, чтобы закрыть дейлик. Путь выживальщика запасливый. Мне в лесу в двух бункерах нужно будет заложить искру и воду. Вот такие, короче говоря, на сегодня планы. Ну а первый разминочный рейд. За дикаря предлагаю сходить. Предлагаю сходить на таможню. Ну, посмотреть какие-нибудь картотеки, куртки, что-нибудь такое. Немножко поковыряться на локации и просто выйти. Для убежища мне необходимо найти три коробка спичек обычных. Постараемся опасные какие-то места обходить стороной. О, неплохой такой спаунг. В принципе, на то, что я и рассчитывал. Ворота на старой. Старая заправка. И... ЖД к военной базе. Блин, выходы такие не оченьские. Ну ладно, здесь посмотрим, поковыряемся. 22 минуты у меня имеется. Поглядим, что тут можно найти, а чего нет. По простым местам полазим. Что там у меня? У меня даже рюкзака нет. Ёмора. Ну ладно, попробуем хотя бы тогда картотеки проверить. Все здесь в гаражах посмотрим. Да и пойду на выход. Долго шибки копаться не буду. Я думаю, времени у меня предостаточно будет осмотреть то, что я запланировал. Сюда его. Бинтик. О, медицины полный. Комплект. Опа, шприц. Шприц мне для медблока нужен будет. Без рюкзачка, если честно. Совсем дела печально обстоят. Ладно, все равно я долго не смогу, наверное, вести бой. Если что, один просто запасной магазин оставлю. Водку, скорее всего, выкину. Так как мне больше нужны... Спички. Спички ценнее водки. Спички. Вот. половины это стрельба где было возле моста грин трассер да тут даже на картотеке то места на самом деле нет вот как теперь можно охота и орел забрать ну давай наверное тяжелую кровь или наоборот оставить ее можно было даже просто пойти картотеки посмотреть да и не парить мозги до успешно стоит рецепт но мне их не продать и использовать ее в ближайшее время не буду сейчас в ремянке поглядим и можно домой какой-нибудь херовенький рюкзачок да был бы совсем банкротер и вся любовь так золотой заберу не помню выносил или нет охотничьи спички но точно помню что они нужны будут в роликах для обогрева 2 кажется уровня хоть бы пушка какая подвернулась да ты чё-то совсем жиденько неужели я настолько подпортил карму что вроде бы не убивал за дикого никого она все свои все вот деловой блин все лутано но вполне возможно что спички не взяли эти глянуть имеет смысл вот тебе двести третий клюш общаги акум квестовый аллилуйя я спички нашел одну пачку шарабок точнее блин домой что ли пойти тогда чтоб я в принципе так и рассчитывал что быстренько туда-сюда и домой наверное попробуем у меня на старой дороге по моему выход до до ворота на старой дороге ну а он ближайший давай тогда в ту сторону и пойдем 16 минут до конца опасный там конечно выход но хорошо то что мне не надо будет ждать машину я просто подхожу отчет там сколько 6 8 секунд и я домой на машине уже возможно уехали но мне машина не нужно даже в закрытых воротах я смогу быть и на этой стороне то есть мне никто не помешает все нормально там сидит кто-то видел так смотри в убежище безопасность можем устанавливать потому что я вынес видимо недостающие плоскогубцы элит улучшаем вам три часа и будет безопасность второго уровня плюс зона отдыха спички я вынес одну коробку я могу поставить все зоны отдыха у меня есть скотч и 10000 это не проблема получается скорость окончания дебафа 10 процентов не дурно и верстак кстати говоря я могу себе поставить у меня есть болтики гайки а мультитул я могу прикупить спокойно у механика даже на первом уровне лояльности без всяких прокачек и прочего ставим верстак ну вот мало-мальски какая-то варка уже появилась по крайней мере мы можем варить себе провода и конденсаторы конденсаторы которые мне в ближайшее время возможно под не столько конденсаторы сколько проводов мне очень много надо будет для освещения и тому подобного а я даже могу газоанализатор теперь сварить на крайний случай если уж совсем будет тяжело его найти где-то там в рейдах взял с собой кираса 3 класса бронежилет он занимает 3 на 3 ячейки его в случае необходимости быстренько снял застрелил там дикого фок назад натянул и все нормально квест сделается тихоньку мне нужно таким макаром пятерых диких подстрелить ну и возьму с собой воду и искрасу пайки будем пробовать закладывать в бункере провизию тоже для егеря значит идем за чвк в лес дневное время страховать буду пистолет наверно тоже застрахуем дак и сша на случай если можно будет скинуть и рюкзачок все все остальное оставляем как она есть пошли за дикими в лес если неподалеку будут какие-нибудь из зб2 то сразу же спустимся если же нету будем ходить смотреть диких опачки ну у меня есть 16 даже неплохой я бы сказал спам потому что у меня попутно прям эти два забешки не придется бегать туда-сюда по карте так что сразу идем 16 зб туда в первую очередь закладываем воду искру все меньше будет таскать в случае неудачи уже шестнадцатую не надо будет идти выхода у меня на стороне окраины я с собой денег не брал да мне в принципе и в ту сторону деревне то и не надо поэтому даже если бы и были деньги я бы не пошел на выход на джипе я бы пошел в любом случае в четырнадцатую зб сейчас аккурат можно будет посмотреть диких попутно здесь под скалами вот уже разборки стороне коттеджей как что такое коттеджи стали довольно горячей точкой последнее время ну часто там перестрелки все я понял что там происходит сначала закладываем все отлично водичку сразу заныкаем если чё можно будет отпить немного в случае необходимости так пошло лутание пошло так ну ничего такого сверхъестественного может быть сейчас какое-нибудь оружие интересное найдем в ящике тишина прицел прицел но прицел мы заберем ладно так по скромному по мелкому пойдем тогда под скалой поглядим будет ли возможность кого-то подстрелить у нас кого-нибудь конкретно из диких было бы не дурно да надо ушки на макушке сервер очень активный пока по луту ничего не будем смотреть очевидно что можно найти что-то интересное здесь в самолете туда вдоль буровки тайнички кое-какие но надо диких посмотреть мчс проверим но по по я кое я не 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 Интересно, девки пляшут. Вообще я ноль движений, никаких движений не вижу. Не наблюдаю. На 100 метров сделаем. О, нашел. Нашел, красавца. Надо не забывать про эту штуку. Желательно бы в голову его. Все, не вижу, потерял из виду. Пошел. Один, там еще второй базарил. Он меня видит, а я его нет. Где-то, то ли на парадке, там он. Не могу понять. Ладно, он рано или поздно обнаружит себя, да? Было бы очень хорошо, если бы ты пошел от своего кореша, там полутать и все такое. Это вообще справа, по-моему, было. Как это так не кажется. Под Madeleine. Mount Ide. Существом. Т. Так, а где же ты тут мог-то базарить, товарищ? Где-нибудь в той стороне? Под камнями, возможно, да, где-то? Пока надену на всякие пожарные. Это что-то ситуация какая-то нестабильная. Слышу звон, не знаю, где он. Я вижу его. Три. Круто. Так, дейлик есть. Дейлик есть, парни. Шикарно, шикарно. И никакого лишнего звука. Только работа с глушителя. Офигенски. Еще двоих надо застрелить. Я думаю, возле ЗБ-14 двоих мы вообще в легкую найдем. Интересно, оно у меня вообще там засчитывается? Да, засчитывается. Двоих осталось. Не буду лутать никого. Не хочу выходить там на открытую местность, честно говоря. Понятно, что, возможно, там какой-то интересный лутецкий у них. Будет. Возможно. А, кто-то у нас злодеев. Да, злодеи есть. Нет никого, говорит. Рискнем? Один. Опа! Выгляни. Зашибись. О, ничего себе, профессиональный убийца диких. Вот так. Фантастика. Нет никого, говорит. Можно еще флешку здесь на палатке посмотреть. Посмотреть еще одно местечко там есть интересное в сторону. Блин, вот жалко, у меня ключи от 14 ЗБ нет. Можно было бы напрямик туда дергануть. Поначалу была только стрельба. В двух направлениях деревни. Где-то в стороне МЧС, то ли под скалами, где-то там. Ну, по большому счету рейд довольно тихий выдался. Начало рейда, по крайней мере. Если быть точным. Опа. Это кто у нас бежит? Эй, земляк, мы стрелять не хотим! Блин. Вот это очень плохо, что он успел выстрелить. Что-то я рано радоваться начал. Потому что тихий рейд. Ну, давай. Сейчас быстро эту времянку еще осмотрю, заберу. Что тут можно забрать. Не тронута. Сахар, тушенка, аптечка. ЛЦУ. А что насчет покушать? Не помешало бы, да? Неправильно я все делаю. Так, на крайний случай сделаем. Давай быстренько перекусим. И это сюда же. Вкусняво. Блин, прицельчик. Да, короче. Уже места нет. Не самое, конечно, дорогое все, но... Сейчас я пока буду ковыряться, лутаться. Вон, вижу товарища. Слева вижу. Промах. Блин. Прямо открыто я что-то. Чтоб магазина при перезарядке он не выбрасывал, он его клал в свободную ячейку. Что, куда я сейчас-то? Ну ладно. Я по-любому с ними пересекусь. У меня его крайно выходить. А четырнадцатого у меня ключа нет. Лучше даже если он работает, то я не выйду там. А он и не работает. Закладываем. Есть кое-что по луту, сейчас разберемся, сейчас что-нибудь из своего скинем. Ну и послышалось, или я кого-то слышал. О, у меня теперь подсумок же пустой, кстати говоря. Туда закладываем это все. Подсумок освободился, Децл. Самогон или что это такое? Пивко, ё-моё, пивко. Пацаны, пивко. Так, а чё это у меня не перезаряжено? Адипатрунерсепуха. Вот она. Всё, пошли на окраину, в сторону выхода. Там ещё двоих диких, как минимум, я верил. Можно будет их попробовать. Ваши. Хорошо. Это Так, один справа или один с... Один справа. Блин, обратили внимание на эту сторону, если вдруг какие-то там выжившие ходят. Да и надо чесать уже. 21 минута сейчас. Челоботы подъедут. Те ребята шустрые. И терять им нечего. Так-то я свою миссию выполнил. Мне больше дикие не нужны. Чисто для опыта. Мне болтовку-то в любом случае придется там прокачивать до... Черт знает какого уровня. Но так как мы все, что хотели сделать в этом рейде сделали, я предлагаю просто сделать ноги отсюда. Я думал, лежит кто-то, это корни или что-то. Пио-по, пацаны, пио. Вон, челоботы подъехали уже. Пилят потихонечку. Все, я на выходе. Здорово, хороший рейд получился. Для терапевта завершаем дейли-квест с убийством-выстрелом в голову двоих диких. А для егеря у меня два квеста на закрытие. Путь выживальщика беззащитен, но опасен. Закрываем. И путь выживальщика запасливый тоже пройден, заложили провизию в бункерах. Можем получать награду. Вот и тарковский стрелок подъехал. Первая часть это убить диких с расстояния более 40 метров, используя болтовые винтовки с механическим прицелом. Путь выживальщика живчик. Это тоже можно будет, исключая завод, провести в состоянии полной дегидратации 5 минут. Почему на заводе нельзя? Хм, чем завод плох? Может есть такие, которые вот, а хочу я вот без водички на заводе. И путь выживальщика раненый зверь здесь в состоянии болевого шока убить троих диких. Оно само по себе обычно выполняется. Когда дикий по тебе попадает, ты начинаешь убивать его следом, то тогда засчитывается. 17.24 нам подойдет время и можно будет запускаться смело. Перед выходом в рейд похавал сахара, чтобы воды снизить, уровень воды в организме снизить. Взял с собой аквамари водичку и взял с собой еще таблетки, пачку анальгина. Анальгин при применении тоже снижает воду в организме, так что одной пачке, я думаю, мне хватит снизить это все дело до нуля. И потом провести в рейде 5 минут. После этого попьем, ну вот долечиться я аптечку. Ну хватит, наверное, там много мне не надо. А у меня прицел, кстати говоря, по-моему, застр... Да, он застрахован, я его тогда просто викину тут. Но не нужен он мне. Вот и все, вот так вот с мушки будем пилить по-диким. Сейчас куда-нибудь в кустик. Завалюсь. Да нормальный такой спалм. Сейчас вот сюда упаду куда-нибудь, чтобы никто не видел. Быстренько применяем таблетки подряд. Чтобы снизить воду до нуля. Все. И в таком состоянии 5 минут надо будет находиться в рейде. Все, до нуля снизили. Ложимся и отдыхаем 5 минут. Опачки. Готово. Все, выжить и выйти с локации остается. Дело за небольшим. Используем все. Весь аквамари. Блин, он не полный, оказывается, был. Ну ладно, пойдет 27. Почему бы и нет. Теперь надо будет мне отличиться как следует. Ну, по большому счету, здесь пункт питания прям под носом. Сейчас там что-нибудь покушать-то 100% найдем. Это не проблема. Покушать и попить. Слышал, пока все это время ждал, слышал стрельбу с СКС где-то в районе... Да, вот до сих пор она стреляет. СКС-ка это. В районе коттеджей. Но выход у меня в другой стороне. На коттеджи можно не идти, можно идти в сторону Заба-14 и выходить на окраине. То, в принципе, я и хочу попробовать сделать. Сейчас только поймем, кто-то поедет в воде. О, уже дикие ходят тут. Сейчас хорошо. Но тут дистанция не алло. Лишь кому-то близко будет. Как ты меня увидел с такой длины, но хотя не так уж и далеко. Давай, мальчи! Да давай, выходи. Не выйдешь, да? Блин, как бы мне разорвать дистанцию все-таки, а? Ведь... Как ни крути, двое диких. Это ж хорошо. Это вроде кустик. Как-нибудь с этой стороны можешь подскочить. Ай, мимо. И елки-палки, он в эту сторону побежал. Да неудобно еще. Местность такая неровная. Мало того, что... Растительность... Обзор закрывает, так еще и... Рельеф. Неудобный. Да вот, вот он! Ну, скажи мне что-нибудь. Так, это не то. И это не то. Меньше 40 метров было. Я поэтому говорю, что не очень удобно. Ну ладно тогда. Забьем на это дело. Тут сейчас, шутка, долго будем возиться тут. Заберем себя попить, поесть что-нибудь. Я даже не буду это комментировать. Без комментариев. Ну да, ну да, когда надо. И близко ничего попить, поесть не видать. Сахер. Понят. Давайте мне ананасовый сок какой-нибудь. Безармейского. Сухпайка. Кто-то там подскочил пацанчик. О, отсюда неплохой такой обзорчик. Да и дистанция нормас. Что, сахар? Что, сахар? Сахара густо. Ладно, под антенной найдем тогда, раз здесь нет. Тротил. Кажется, я выносил уже тротил. Не помню, сколько надо будет, но я пока оставлю его, пожалуй. Ага. Есть. Уже лутонул карифана своего. Хорош. Так, чем тут? Попитаться можно. О. Есть сачок. Попушать-то есть уже. Можно будет тушенку наказать вот эту большую. За то, что она у меня не появлялась. Долго. Вот тут попить. Всегда есть. Вроде никого. Ну, на столе ничего нет. Вот это меня напрягает. Нет, тишина. Зашибись. Емеля, сухарики. Прикольно. Все, водичка поджимает надо. Кра-а-а. Давай, попитоним. Приятного господа. Не густо, конечно, но я думаю, что до конца рейда мне хватит. Так как я уже намылился в сторону выхода. Болтики мне точно пригодятся. Я их даже сунды запыхаю. И вот это вот мне надо будет точно. Ну вот. Даже если погибнем, уже не зря вышли. Очевидно, что. Значит, идем... Значит, идем, значит, идем в сторону за Б-14. В лагере весеков. Наверное, все-таки посмотрю какие-нибудь ящики техснабжения. Все раз уж мимо проходим. Да и место вроде еще есть в рюкзаке. Там ценного чуть. Надо пользоваться возможностью, пока рейды спокойнее. Да, от квеста много чего зависит на самом деле. Когда нужны были... Мне не послышалось. Нет, не получилось у меня все-таки с этим чувака разобраться. Вроде бы, как и понял, где он, а че он, а че-то руки не послушались. О, смотри, один из них, кстати, ушел в квест. Тарковский стрелок, один из диких. Есть у нас доступ к выполнению квеста оружейник, часть вторая, между прочим. Поэтому квесту мне надо АКС-74У собрать. А, нет, там расширенный магазин нужен на 60 патронов, так что не вариант пока. Все, денежку взял. Пистолет взял на случай, если вдруг ЧВК где-то будут попадаться. Будут стреляться с пистолета, несмотря ни на что. И взял Мосина для этого самого. Тарковского стрелка первой части, немножко есть рассыпухи ЛПС. Значит, идем в лес, идем в 8 утра. Долго я пролежал там в кустах, вот это, возможно, и зароляло в предыдущем рейде. Страхуем мешок и Мосинку пехотную, и погнали. Цель на рейд простая, мне надо просто пострелять по ЧВК или по диким. По ЧВК с пистолета, по диким с Мосинки, и дистанция 40 метров должна быть. Если 4-х диких настреляю, сразу же разворачиваюсь и иду домой. Так, Эндар. Так. И чё себе у вас тут спавн? Сразу куда меня подгрузило-то, а? Тушняк. Водички, глушилы. Поряд. 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 А это чё такое? БП. А это чё такое? БС. Ещё БС. Нормально. На аутомет Калашникова, теперь есть чё. Вот так вот. Вот так вот. Так, кто нам нужен в итоге? Чё я сюда приперся-то? Я приперся диких пострелять, и приперся чувака пострелять. Ну, чувака, это такое, если вдруг нарвёмся, но мне диких бы желательно стрельбануть одного другого. И примерно 40 метров в плюс должно быть. Вот ещё в чём подвох. Я вижу его. А это ЧВК, кажется. Пам. Всё. Все знают, что Деса здесь. Больше не вижу. Куда делся-то? Имеет ли смысл мне сидеть и его ждать? Тут. Не, ну он выйдет-то по-любому ещё. Это как пиде. Ну, если он не ушёл куда-нибудь. Во лесок. Кажется, это был просто дикий. Хотя. Давай дом диких, что ли, глядим. Опа. Вижу дикого. Ну, тут метров 150, если не больше. А, чуть ближе. На свой страх и риск. А это по нему ЧВК стреляет. А это по нему ЧВК стреляет. Так надо, братан. Сюда, да не убивайте. Я мырный. Я мырный. Так, кто его застрелил? Я или... Да, нет, не я. Всё-таки не так надо, оказывается. Но зато было весело. Да откуда он стреляет? Я даже понять не могу. Ну, спасибо, конечно. Голова-глаза наградили. Я даже не понял, откуда была стрельба, честно говоря. Поэтому я просто бежал, куда глаза глядели. Мосина винтовка, это здорово. Но за счёт того, что я стреляю без глушителя, у меня... Я вообще... Очень лёгкая нажива. Я просто бегаю, как корова с колокольчиком на шее. Поэтому надо будет мне чик вот так вот сделать-то и всё. И взять с собой ещё пару магазинчиков запасных. И будет всё в ажуре, пацаны. Всё, я собрался. Пистолет по классике. Горностай. Но теперь глушённый будет, чтобы не палиться на карте, по крайней мере, да? Уши и картоха. Всё, больше мне ничего не надо. А, надо вылечиться же ещё и покушать, попить. Горностай у меня новый застрахуем. Картоху тоже можно страхануть. На случай, если найдём ей подмену какую-то. Да и всё, поехали. Пистолет для ЧВК. Горностай глушённый для диких. С этой Мосиной не глушённой надо было просто стрелять и убегать. А я что-то туда стрельну посмотрю. Сюда стрельну посмотрю. Ну ладно, чё. Вот тебе и лесопилка. Ой, моя лесопилка, говорю, МЧС. На ЗБ-14 окраина можно будет просто фейд вдоль берега и сразу на выход. Это гарантированно позволит мне закрыть один квест. Но так как я с глушителем, можно всё-таки попробовать пострелять здесь, в диких где-нибудь. Хотя бы парочку здесь подстрелить и парочку на ту сторону потом пойти, там, на той стороне посмотреть. Чтобы долго не засиживаться на одном каком-то месте, да? Давай попробуем, чё нам? Почему бы и нет. Выносливость у меня качается, не... Нет перегруза. 18,5 килограмм. Мосинка гораздо тяжелее оказывается, да? Горностай так полегче. Блин, а я патроны-то взял? А, я патроны взял. Всё нормально. Вот там, ребята. Как у вас дела? Молчком, сапком. Дилэй. Так, надо, наверное... А, здесь дистанция не регулируется цель. Как прикинь? И непонятно, на сколько метров надо целиться. Может, я зря эту планку снял направляющую? Да нет, она тут вообще никакой роли поедения должна играть. Блин, я не того застрелил. Не с того оружия, точнее. Чувака случайно застрелил. Ну, как случайно? Чуваки. Быровцы. Да что ж, быровцы. Мне висеки нужны. Я же как я буду делать-то этот самый? Давай М-700 заберём. Патронов навряд ли у него есть. Нет, есть магазин запасной. Но с М-700 мы можем на более-менее дальнюю дистанцию в любом случае стрелять. Например, на скале этого товарища попробовать щёлкнуть. Дикого которого. От эгиды. М-62 патрон. Не дурно. Так, один дикий есть. Где этот снайпер, а? Почему я его не вижу? А, вон он. Нет, далековато. А чтоб тебя. Есть. Готов, паря. Так, получается... Понял. А, Тарковский... Почему? Ё-моё, там без прицела же надо было. Уф! Там без прицела надо было. А я в прицел стреляю и довольный такой. О, пацаны! Я убил! И этого дикого, оказывается, зря застрелил. И ЧВК не с того оружия застрелил. Всё неправильно, короче. Неправильно. Так, этот... Гукс куда убежал? Не видать. Кажется... Да, один есть. Хорошо. Хорошо. Один из пяти. Точнее, второй из пяти уже имеется. Тоже был в красной куртке. Это, скорее всего, тот товарищ, который убежал от меня. Пока больше ничего не вижу. О! Не знаю, было или нет 40 метров. Мне кажется, было запросто. Где-то ещё... Где же ты, а? Не вижу, капец. Ушёл, чёрт не знает куда. Ну, если он ушёл, тогда он вернётся, я так думаю. Получилось ли? О, да. Третий. Ещё двоих нужно на такой дистанции застрелить. Тут, чё, было по мне. Ага, чувака. Какой фризит он, а? Ужас, как он дёргается, капец. Экзак. Ужас. Экзак. 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 Иди отсюда! Подожди! Не, надо идти отсюда! Ай, блин, сам себе проблем каких-то насоздавал. Машина отсутствует, обезбол отсутствует. Весело. Как он, гад, технично подошел. Пока я на ЧВК отвлекся, он подскочил. Профукал я момент. Конечно же. Тут даже выбиты конечности. В нуль. Давай тогда в сторону деревни, там ближе, мне кажется, идти. Попробуем на машине выехать что ли? А машина уже не работает, придется в любом случае педалить в сторону ЗБ. А жаль. Так, жгут имеем. Блин, у меня медицины вообще нет, прикинь. Надо медицину поискать здесь. Вот, ё-моё, хотел быстрый рейд. Зато диких осталось. А нет, двое, я думал один. Вот как-то так. Так оно и происходит. На МЧС не лутано это сто процентов. Я думаю, что имеет смысл пойти сейчас на МЧС, там поискать какую-нибудь медицину, хирургический набор можно будет найти аптечку. Хотя бы чисто за медициной сходить, потому что я, или может таблетки какие-нибудь найдем с аптечками, если не хирургию. чтобы хотя бы я мог передвигаться адекватно. А не в час по чайной ложке. И руки теперь трясти будет я прицелиться. Нормально я не смогу на дистанции-то. Ну, блин, ЧВК вообще нереально было как-то прицельно убить, если б только он остановился, стоял на месте где-то. тогда еще возможно. Блин, а этот ЧВК сейчас скорее всего пойдет как раз в сторону МЧС. Он же в ту сторону и направлялся. Да, он уже там стреляет. На, мана. Но все равно будем посмотреть. Может хотя бы анальгин какой-нибудь найдем. Выход работает в СРФ. Возможно этому товарищу он и нужен был. Ёлки палки. А вон он бежит, чувака. Да, этот дикий по нему. Кто-то бежит. Я застрелил того, прикинь, чувака. Ты что, в куст сел? Вон вкус сел. Вон. 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 это все вот это приключение конечно я просыпаю на мою голову зато этот чувака был убит с пистолета а значит идет квест который мне нужен видели да как работает там началась стрельба человек понял что там легкая нажива с оптикой побежал обходить все это дело чтобы у него был обзор давай давай живи братик живи потерпи чуть-чуть сейчас дойдем до мчс там найдем что-нибудь обязательно наград хапанул конечно нормально у меня чувака отлично тарковский стрелок готов к завершению я сделал квест патронов нет ладно медицина таблетки что-нибудь слышал дикий загнулся какой-то от кровотечения видимо я попадал все-таки понимал а может быть и не я попадал кстати может быть это тот тварь да вот еще серьезно сколько вас хотя бы таблетки если найду так как у меня аптечка нет по аптечку еще бы желательно надо посмотреть того товарища если это юсек то жетон у него забрать чтобы друг запада для меня потом закрылся быстрее так как убить усеков проще чем найти их жетоны смотрим проверяем это продовольствие тоже пойдет медлёк вау газан блин твою мать пришел к это дикий медлёк SYРОВАН джо джо вау сейчас джо а вау выбор джо ох и досталось моему чувака ух и досталось а челобот пришел что происходит а а и и и и и и Как же это-то больно так всё, а? Блин, ещё дикие. Да всё, это они теперь не слезут с меня. Давай, мочи их! А ты, пицуха! А бейсбол, пожалуйста. Нет, я отсюда не уйду, пацаны. Я отсюда не уйду живым. Я живой ещё. Я живой ещё. Ещё пока живой. Так, чё я хотел, мне надо попить, где-то я видел воду и не помню где. Водку видел. Ну что, таблетки с меня всю эту жидкость выцедила. Так, у него нету ничего. Вон, тело лежит. Вот это тот дикий, который... А это есть все. Нет, ты дикий. Нашёл таблетки. Нашёл таблетки. Не переживаю. А я его не убил. 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 Убил, убил. 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 как а бейсбол можем использовать витаминового лая для медблока у сушняк нашел пацаны живем парни это тоже дает немного гидрации до плюс 5 так что еще нам надо будет все получается вот это можно еще забрать энерджи пьем так так все быстро здесь медицину смотрю есть еще сушняк только у меня места нет нам нам как бы сделать чтобы выкинуть бумажник можно выбросить так все красный таймер надо писать домой еще и газоанализатор у меня как жаль что нет хирургии ну ладно я думаю что дотянем на таблетках хотя бы хотя бы на таблетках должны дотянуть все парни идем домой сок нашел ай ладно не хватит я думаю что хватит поедем домой все последнюю таблетку жахнул сколько успеем пробежим все остальное придется идти пешком прихрамывая действие таблеток закончилась но я почти что уже на выходе так что я успеваю по любому что либо то есть кто-то обезболивающий в этом случае мы уже удастся к шоке осталось в этом случае нет и есть не амфорт не амфорт не амфорт не амфорт 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 Но это был прям на грани на грани рейд хороший я почти я да не почти все квесты Я даже сделал тот квест, в котором нужно в состоянии болевого шока проявить их застрелить Сам по себе выполнился Честно, я думал, что я не выду с лесопилки живым Ой, с МЧС Да, выпуск сегодня походу будет долгий 35 минут ушло у меня на этот рейд, но рейд очень крутой получился Одного бира, двух юсеков застрелили гору целую, диких перестреляли Убили диких на расстоянии более 40 метров, используя болтовые винтовки с механическим прицелом А значит арковский стрелок, часть первая, мы можем закрывать Путь выживальщика живчик Вторую часть квеста я только что выполнил в этом рейде До этого мы провели 5 минут в полной дегидратации А в этом рейде просто выжили и вышли с локации Закрываем путь выживальщика живчик Закрываем путь выживальщика раненый зверь Троих диких застрелили, находясь в состоянии болевого шока Следующий тарковский стрелок, часть вторая, выдает егерь Здесь попадание в ноги более 40 метров Это 3 попадания и 2 головы, тоже с дистанции более 40 метров Использовать необходимо болтовые винтовки Но теперь я могу использовать оптический прицел Путь выживальщика крепыш выдает мне квест Убить диких в лесу в одном рейде, не используя медицину Троих диких нужно будет добить Путь выживальщика хладнокровный, убить бойцов ЧВК выстрелом в голову, находясь в состоянии тремора двоих Подъехали, короче, упоротые квесты от егеря Путь охотника охранка, убить бойцов ЧВК в районе офисов Любой этаж на заводе, шестерых нужно будет застрелить Терапевту могу передать один из двух газоанализаторов В итоге один газан остался По пути я, блин, первый и второй газан нашел Все, один газан, а мы закроемся на пятнодзор, часть вторая На сегодня у меня все, всем спасибо за просмотр, надеюсь выпуск вам понравился Благодарю за вашу поддержку, за пальцы вверх, добрые комменты Всем отличного настроения, приятной игры, увидимся, услышимся в следующем выпуске До свидания